С ВРЗ на другой конец города. Ежедневно. До работы Ирина добирается на маршрутном такси. Альтернативы нет, если только с пересадками на автобусе. Раньше проезд на маршрутке стоил 20 рублей. С нового года цена поднялась до 25. С таким ценником проезд обойдется как минимум в 1500 рублей в месяц. В год уйдет все 18. Это размер месячной зарплаты Ирины, а ведь она одна воспитывает 4-летнюю дочь на счету каждая копейка. Проблему решили бы электронные проездные. Поездка стала бы на пару рублей дешевле. Но в маршрутках такие льготы не предусмотрены законом. Хорошо, если к бабушке, например, мы можем доехать на большом автобусе. Туда, конечно, можно купить и электронный проездной билет. А когда ездишь на работу каждый день только на 77-м, здесь нет электронных проездных билетов. Очень тяжело. Это 50 рублей в один день. Это без учета магазинов и всех остальных поездок. Получается, по выходным дома сидеть. В пассажирских автобусах, троллейбусах и трамваях, в отличие от маршруток, расплатиться электронной картой можно. Стоимость поездки при этом составит не 23 рубля, а всего 21. Но карту приобретают далеко не все. При нас ею не расплатился ни один пассажир. Очень много приходится тратить на проезд. Обычному студенту. А у вас карта? Нет, я наличным расплачиваюсь. Бьет по кошельку? Конечно, даже очень. Даже очень. Особенно пенсионеры, которые получают пенсию 8 тысяч. Конечно, дорого. Все же. За проезд уже такая цена. Я-то бесплатно, но мне есть молодежь, которая плачет. Тех жалко людей. Волну негодования люди выплескивают не всегда по адресу. Достается кондукторам и продавцам Лиги Прессы, где продаются электронные проездные. Подскажите, пожалуйста, по поводу пополнения транспортных карт. Девушка, я занята. Говорят, пожилые люди очень недовольны, ругаются. Правда? Да. Сильно вам достается? Очень. Как справляетесь-то? Умываясь святой водой. А умываться святой водой придется еще продолжительное время. Ведь далеко не все горожане знают причину повышения стоимости проезда. Как нам пояснили сегодня в мэрии, а мы обратились за комментарием к ним, предъявлять претензии кондукторам и продавцам в проездных нет смысла. По качеству транспортного обслуживания обращаться нужно в комитет по дорожному хозяйству. Телефон контактный указан в транспортных средствах на передней части, рядом с водителем. Это телефон 371-617. А пока многим горожанам всерьез предстоит задуматься и сделать выбор между поездкой в автобусе и пешей прогулкой. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости.